2 сентября, из лета в осень, у нас так жарко, тайфун ушел, сегодня это плюс 36, ой, солнце такое яркое, что аж глаза болят за неделю без солнца, отвыкли, неделю солнца не было, дожди и дожди, сегодня прям аж прям не превысится, прям аж глаза болят, все что уже закрыло, и прошлой неделе у меня была вышивальная, я закончила вот этого павлина, покажу вам поближе, павлина закончила и закончила вот эту птицу, и не забыла вышить цифру 12, как я понимаю, это 12 лет девочке, которая вышивала, потому что здесь вот стоит НС, НС, вот это, наверное, как раз и есть, как возраст, птицу закончила, теперь осталась мне вот эта часть здесь будет, она из такая-то, такая-то, и еще один лебедь, и все, его цифру закончен, ну, надеюсь, надеюсь, до конца сентября я его закончу, если только никаких не произойдет изменений, и знаете, что у меня, что у меня сейчас, сейчас эта неделя вычеркал, и я утром немного было время постигала, потому что жаре еще 36, на улице выходить совсем не хочется, в сад, в сад надо идти, в сад надо идти работать, но я сейчас занялась тем, что приклеиваю вот на такие маленькие части вот эту вышивку, я вам уже сто раз показывала, это Казуко Ауке, и это будет оформляться в раму, у меня здесь клей для картонажа, в свое время я тоже картонажем увлекался, мне так было удивлено, этому клей уже, наверное, лет 6, наверное, я вот этот покупала, но все нормально, не высох, ну, такой хороший, французский для картонажа, глю называется, и сейчас, сейчас вот я вообще в процессе, в такой работе, вот сейчас вот эти все картинки, вот эти вот части все приклею, и буду на вот эту центральную часть размещать, и рамочка там у меня лежит, все это оформится, я вам чуть позже покажу, это будет подарок для моей хорошей знакомой японки, она переехала в новую квартиру, и это будет подарок для нее. А, ну, вот, наверное, самое сложное, вот эта вот часть, она размером 4х4, наверное, самое сложное, это вот загибать вот эти вот углы, можно, конечно, все это сделать правильно по, правильно по как делается в картонаже, что эти углы разрезаются, там ткань заправляется, составляется какая-то часть, можно сделать по технике картонажа, ну, я думаю, вы меня понимаете, нам все хочется, что побыстрее, что полегче, и результат, чтобы как можно было сразу на лицо было. Ну, вот, как же все это преображается, вот, когда это было на ткани, на большой участке ткани, как-то это все смотрелось не так, а вот сейчас смотрю, как это все смотрится, говорю, сейчас все это приклею, и не захочется дарить. Ну, продолжаю дальше. Ой, ну как же мне нравится, спектр, даже дарить перехотелось уже. Смотрите, какая прелесть, я прям, очень-очень мне нравится. Ну, вставляю в рам, прям вообще, прям очень-очень. Ну, единственное, что, конечно, себя в клей поупоздалось, как это обычно бывает, как маленький ребенок клеит, когда-то что-то рукодельничает, мастерит. Сейчас как раз тайфун, погодит, рядом полетает, вот, так вот разгоняет облака, вот, очень интересное явление природы происходит. Ух, там, живет на мою. Парат, тупо, пенебут на ларах. Парат, тупо, пенебут на ларах. Только занесли мне мою посылку, девочки, те, кто вышивают. Ну уж извините, у меня сейчас будет только петчворк. Очень хорошо, не промахнулась я, потому что я готовлюсь к урокам, я учиться готовлюсь, как создать свой большой квилт, поэтому заказала я на большой квилт ткани. Я вам не буду показывать и рассказывать, что это будет, идеи у меня уже есть. Могу сказать, что это будет красно, много красного будет. Вот, это новая коллекция моды, вот она буквально прям в сентябре вышла, Longshore Janet Clare. Я схватила последние почти 180 сантиметров, почти 2 метра, но я боюсь, что мне не хватит, оно придется что-то другое мне покупать, потому что, не знаю, меня уговаривает маквилт 200 на 200. Видите, он 2 метра на 2 метра, но я не знаю, я вообще не потяну 2 метра, хотя бы 150 на 150, но не знаю, не знаю, как меня уговорят. Вот, посмотрим, о, как цвет сейчас, вот такой вот маквиленок же. Затем вот они красные будут, красные цветы. И расскажем вам, что это будут красные цветы, обычные красные. Тоже все мода, потому что я говорила, я очень люблю, я очень люблю моду. Вот, очень-очень люблю вот такой зеленый. Ну, темный, он темно-зеленый как раз на листья, на веточки. Ну, самое что интересное, первый раз я заказала в этом магазине, у нас здесь, мне положили образцы тканей, вот они прям вот здесь вот, и маску положили. Ну, сейчас я маски не ношу, но сами японки очень любят маски, вот такая вот прям, как это сказать, может в листве спрятаться, никто не заметит, такая камуфляжная. Вот, сейчас посмотрим, какие там отрезки ткани. Ну, прям маска такая, с этим сморлевкой, смотри, ну, прям вообще неизменно будет задохнуть летом, просто задохнуть. Нет, я не ношу, я уже не ношу. Вот такой вот образец ткани. Вот так вот. На мне сейчас твердый, красный, зеленый. Посмотрим, ну, такой положили образец ткани. Гранж, 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 гранж. Мода тоже отмодрый. Здравствуйте, дорогие подписчики. Надеюсь, видео будет удачным. У меня с утра у нас тут, ну, уже который день, 35 градусов, никак у нас лето не уходит. Сегодня уже 2, какое, 18 сентября. Вот, поэтому, ну, каждый день жарко. Вот, ну, я с утра не много каких-то дела поделала в саду, потом съездила в цветочный магазин. Готовлюсь уже к весне. Купила разные луковые тюльпанов, нарциссов. Ну, все такое, всякое такое необходимое. Вот, ну, смысл для того, чтобы, смысл того, что я снимаю это видео, буду сумбурно говорить, потому что уже немного устало. Время, 2 часа дня, вот туда-сюда бегаю, как всегда. А, значит, самое главное, что, о чем это видео? Самое главное видео, это о том, что я закончила. Па-па-пам. Она из, она из Де Кюрвер. Вот так вот. Ну, пока. Не знаю, сейчас попробую ждать. Как, как, как. Свет, конечно, неудачный. Ну, вот, вот такая вот она, она из. Вот, вот, вот это вот самое главное, что бы мне хотелось вам показать, похвалиться, рассказать. Поднесу поближе, потому что это очень такой долгий-долгий-долгий был процесс. Но он великолепен. Настолько он прекрасен. Я просто не могу передать. Знаете, как у меня часто бывает? У меня часто бывает, что я, как только закончу какую-то работу, не зависит, вышивка, петчворк или что-то, что-то другое. У меня обычно бывает, я как закончу, так у меня сразу теряется интерес к этой работе. Ну, совершенно, вообще прям. Могу и не сфотографировать сразу, и как-то вот теряется интерес. Сейчас пока это в процессе, пока это вышивается, это пока вот какой-то вот такой вот есть интерес, да, желание закончить, наверное. Ну, как только заканчиваешь, все, прям я прям раз, отбрасываю, и скорее хочется схватиться за что-то новое. Ну, конечно, ну, этот процесс, этот процесс был, знаете, самый, один из самых долгих. Потому что я даже здесь, у меня блокнот мой с записями, я посмотрела, когда я ее начинала. Я ее начинала еще в феврале 21-го года. Читаю вам историю. Начинала в феврале 21-го года и закончила в сентябре 24-го. То есть, получается, почти 3,5 года вышивался у меня вот этот вот, она из рефлексов ДСОИ. Значит, характеристика по этому сэмплеру. Основное все. Вот такой буклет. Вот, если кому-то это нужно будет. Рефлекс. Вот, я надеюсь, видео не нужно будет переворачивать. Вот, это она из корвер. Корвер, не знаю, как это правильно произносится. Вот такой вот он. Значит, ниток очень-очень много. Я покупала нарезкой. Затем я меняла многие цвета, оттенки. Потому что, когда я начинала вышивать, я поняла, что некоторые цвета очень-очень близкие. Вот столько у меня осталось. Знаете, я когда вышивала, мне все время было интересно, сколько-сколько у меня останется. И останется что-то вообще. Ну, здесь вот я вижу, что некоторые цвета я заменяла. Они у меня здесь зачеркнуты. Вот их, конечно, очень-очень много. Потому что они были у меня по одной, по две, по основной. То есть этот розовый, например. Потом вот такой вот основной очень цвет. В общем, не буду я долго об этом говорить. Но вам это ничего особенного не скажет. Вот. Значит, ниток несколько осталось. Вот, хватило. Хватило все. То, чтобы там, чтобы не хватило, бежать что-то докупать. Такого нет. Затем вот так вот я вышиваю на палетке. У меня под каждый цвет иголка. Я не вытаскиваю нитку, заново не заправляю ее. У меня очень много иголок. Вот на так вот я вот таким вот образом вышиваю. Закрепляю нить я в последнее время, в последний год я приучила себя, что нить закрепляю на поверхности под тремя крестиками, под четырьмя крестиками. Вот этой шелковой нитью прохожу и закрываю наверху. То есть мне не нужно переворачивать работу по несколько раз, чтобы закрыть очередной крестик, чтобы закрыть. То есть так же начинаю я с лица. Делаю микро закрепку, микрокрестик делаю и микрозакрепку, и крестик обычно сверху провожу. И закрываю я так же наверху на лице. Поэтому мне не нужно переворачивать по много раз работу. Вышиваю двумя руками и не меняю иголки. То есть в смысле, что одной иголкой мы вышиваем многими иголками. Поэтому если действовать таким вот образом, по-моему, мне кажется, может увеличиться время на вышивание. То есть на объем, сколько крестиков вы вышиваете. Если каждый раз переворачивать работу, каждый раз вставлять иголку, нитку, ну, кому как удобно, не знаю. В общем, я приловчилась вот так. Мне это очень нравится, мне это очень удобно. Буквально последние, наверное, три месяца я плотно взялась за этот сэмплер, потому что, ну, все, ну, сколько можно его тянуть, нужно его, да, вышивать. Поэтому, ну, если его вышивать, я думаю так, что если вышивать его безостановочно, все время вышивать только его, не передучаясь на какие-то другие процессы, ну, и в день, может, по пару часов, если у кого-то есть время. Мне кажется, за полгода, за полгода можно его вышить. Вот. И, значит, значит, что я хотела сказать. Значит, в крестиках, в крестиках, в крестиках он 339 на 402 крестиком. Размер получается 43 на 51 сантиметр. И вышивала я его на парчменте, обычный парчмент лен от Свейгат. Совершенно обычно, никакой не урочного окрашивания, ничего, сороковой каунт. Извини, что у нас освещение такое. Дождь сегодня будет, наверное, гроза опять будет. Каждый день гроза. Вот. Когда же это закончится, я уже не могу. Я уже не могу. Вот. Последние силы. Так, ладно, значит, Свейгат сорокового каунта. Все. Я очень даже советую, если кто-то будет вышивать какие-то сэмплеры, репродукции сэмплеров, это безупречный лен. Можете прям брать его там метр-два. Ну, конечно, возьмите сначала на пробу. Но на сэмплеры он очень-очень даже идеальный. То есть не нужно думать о том, что купите лену ручного окрашивания, какие-то особенности. И даже по цене этот лену он обычный совершенно. Вот. Поэтому с этим все. Думаю, что буду оформлять его где-то, наверное, в декабре. Возможно, там кое-что нужно переоформить мне. Возможно, пару работ я оформлю. И следующее, значит, хотелось бы, конечно, что-то начать. Очень-очень хотелось бы что-то начать. Но начинать я не буду. А буду я продолжать. И то, если будет время. Буду я взяла вот опять немножечко этот, может быть, один месяц, если будет время, повышиваю попугай и компанию. Вот это Scarlet Letter. Как он называется? Ну, The Pirate, The Lion, The Leopard. Вот так, по-моему, называется. По-моему, три. Да, вот так вот он называется. Вот она такая. На 36-ом каунте, через одну нить переплетения, нитками DMC. Вот, значит, наверное, я немножечко его, если будет время, его вышивать дома где-то месяц. А потом я хочу взяться за, опять за Scarlet Letter. Это мне хочется закончить. Эмо. Эмо Майлз. Мне хочется закончить. Но это опять планы. Это все планы. Потому что я думаю, что это все планы у меня нарушатся. Потому что, как некоторые из вас знают из моих предыдущих видео, я собиралась пойти учиться. Вот. Ну, это так образно говорится, что это учиться. Ездила я смотреть курсы, каким образом они состоят. Ой, ну, там целая история. Во-первых, то, что первый раз, мне только случилось, что я заблудилась в Токио. В Токио в метро я заблудилась. Девочки, я плавно перехожу. Значит, а вышивки все. А вышивки больше ничего. Я ничего не покупаю. Ничего. Потому что то, что сейчас у меня есть, планы, планы, планы на пятилетку, на десятилетку, я перехожу только на Scarlet Letter. Все. Вот. Могу сказать только, только, только это могу сказать. Там еще что-то будет. У меня, может, один какой-то процесс обычный будет появляться, но я перехожу только на Scarlet Letter. Ну, и так, что-то может быть, но это опять-опять не знаю как-то. Вот. Это все сейчас, все только о петчворке, потому что на ближайшее время, на ближайший год, не знаю, как будет с вышивкой, возможно, она вообще отойдет пока в сторону на ближайший год, потому что будет только петчворк. Петчворк в курсы. Начинаю, начинай историю рассказывать вам. Я уже, Аня, моя знакомая, рассказывала. Аня, привет тебе. Вот. У меня есть две хорошие подруги, Аня. Одна Аня у меня по петчворку, с петчворком, подруга по петчворком, с петчворком, а другая Аня есть из Америки, Аня есть с вышивкой. Вот у меня, как-то вот так вот судьба складывается. Кстати, мою бабушку звали Анна. Вот так вот вокруг меня Аня, они очень хорошие, хорошо, благоприятные. Для моего круга с именами Анна. Вот. Я, значит, о чем? Сейчас опять куда-нибудь меня понесет. Я поехала в Токио смотреть курсы. Это курсы Кейк Меучи. Очень давно мне нравится этот мастер. Я давно на него обращала внимание. Недавно я в августе ездила в Нагану на выставку, там, где она, показалось, несколько были ее работы. Мне хотелось с ней встретиться. Встретиться, вот, и с ней немножко поговорить, посмотреть на нее. Стоит ли идти на эти курсы, ну, как бы заодно на выставку и заодно встретиться с мастером. Стоит ли как, что как. Вы знаете, как бывает иногда иностранцев, некоторые японцы, они как бы боятся, не боятся, но они, наверное, как-то какой-то испытывают, понимаем ли мы их втанночную культуру, понимаем ли мы их не язык в достаточной степени. И, в общем, то есть как-то в каких-то моментах они не всегда хотят с нами, может быть, даже взаимодействовать. Но есть такие, которые уже привычные к тому, что иностранцев здесь уже довольно-таки много, ну, и нормально, наверное, нас воспринимают. Поэтому получилось мне с ней поговорить. Все очень хорошо, очень хорошая. женщина, она в возрасте 77 лет, ну, это вот опять-таки послужило поводом, толчком, что надо, надо, надо мне пойти на эти курсы, потому что 77 лет, мы понимаем, что возраст довольно-таки приличный, а сколько еще она будет преподавать эти курсы, неизвестно. Ну, не думаю, что так это прям надолго еще растянется, будет это. Поэтому я неделю назад съездила в Токио, съездила в Токио, в место, где происходят вот эти вот занятия. Вот, но смысл в том, что я начинала снимать видео, все как положено, я сняла, как я выезжаю, сняла поезд, и тут начались мои приключения. Вы знаете, в принципе, Токио я знаю неплохо. Ну, не то, что прям, конечно, очень хорошо я его знаю, но бывает там, вот, в принципе, знаю. и, но токийское метро, это, это кошмар. Это кошмар, это, знаете, это просто, ну, действительно, это просто какой-то вот лабиринт, это, ну, вообще не разберюсь, ну, московское, ну, как-то по кругу, и все понятно, мне кажется, так все, одна ветка пошла туда, ну, токийское, это вообще-то. Вот, и, значит, я села на поезд, и еду, 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 к определенному времени нужно, мне нужно было приехать в 11.30, чтобы последние 30 минут до обеда успеть посмотреть, каким образом проходят эти занятия, проходят эти занятия. Я тут еду, еду на поезде, еду, еду, все-таки я вот так очень долго еду, значит, тут одну станцию, говорят, другую станцию, я понимаю, что я вообще, я Токио уже проехала, я проехала Токио, я еду уже дальше, на юг, уже к морю, на юг еду, ну, естественно, я скорее выскочила из поезда, на другой пересела, ну, тут и тут началось, тут началось, что значит, одна станция на другую, в общем, все, я, я за, опоздала, я опоздала, потом еще вышла на станцию, там оказалось, что очень далеко нужно идти, конечно, лучше, способы нужно было использовать автобус, но этот гугл, гугл-карты, это, конечно, тоже еще то, для очень-очень умных, для молодых, наверное, ну, в общем, вот, я опоздала, я опоздала на час, я опоздала на час, мне уже оттуда уже позвонили, спросили, буду ли я, приеду ли я, может быть, я передумала, я говорю, нет-нет, я еду, ну, значит, я вот тут опаздываю, я приехала 12.30 туда, 30 минут, там, там как раз, в этом же помещении есть кафе, там пообедала, и вот последние 30 минут я, после часа, там занятия с 10 часов и до 3 часов дня, час прерыв, 5 часов занятия, вот, 5 часов получается, да, по-моему, где-то так, 2, 3, 5 часов должно быть занятие, не помню, или с 9, не помню, не помню, не буду я говорить, потом я точню все это как, когда занятие начнем, в общем, 5 часов занятия, час прерыв, вот, и, значит, я приехала туда, расскажу, что занятия происходят в здании, большое здание, это Нихон Вок, Нихон Вок, это издательство, центральное японское издательство, всех журналов, всех книг, все, что есть, по рукоделю, вот именно обо всем руководители, это центральное такое, дом, такое большое здание, в котором находится, располагается, как бы, редакция, где все снимается, где все фотографируется, сверстка вот этих журналов, в общем, все-все-все остальное, красивое здание, просто невероятно, очень красиво, внутри очень интересно, красивый сад, красивые, там, пановися, там, разные, все, что, все, что там происходит, очень много людей, вот я надеюсь, сейчас я смогу снимать, потому что в этот раз, я просто, я столько много прошла, я столько много проехал, и как всегда в жара, мне просто ничего не смогла снять, попала я, наверное, зашла, значит, я в эту комнату, и вы знаете, что, и я тут вспоминаю, я вспоминаю, что в свое время, у нас в городе есть мастер, тоже, есть одна женщина-мастер, по петчверку, я некоторое время ходила к ней заниматься, ну, это так были, знаете, как курсы при Доме культуры, то есть никаких таких вот особенного, чего-то такого вот, чего-то можно было бы научиться, потому что приходили обычные пожилые женщины, около уже пенсионного возраста, ну, и что-то там, какие-то мелочи какие-то шили, и она подсказывала, она делала какие-то советы, там, предлагала что-то шить, ну, вот как-то так, а каким образом я с ней познакомилась, я с ней познакомилась, что в нашем городе была выставка, в нашем городе была выставка, я сейчас вам вставлю здесь маленький кусочек, я искала в своих фотографиях, я искала в своих фотографиях, в своих видео, но ничего, как же я так могла все поудалять, я даже не знаю, я вставлю маленький кусочек, вот, там буквально 15 секунд, потому что эти видео были они для инстаграма, когда все время я там много очень была, когда вы там были, когда я там еще тоже много была, снимала я старец, вот, и как раз это было, знаете, еще до ковидной времена, это были еще до ковидной времена, 2019-й, наверное, 20-м последний был квилд-фестиваль, да, 2018-й, может быть, даже год, ладно, значит, я была на этой выставке, потрясающую у нее работу, эта женщина из моего города, Накадзима, Накадзима, мастер ее зовут, вот, и, значит, красивейшие работы, очень вот, и вы знаете, я посмотреть на ее работу, пошла к ней заниматься в класс, вот, я пошла к ней заниматься, ну, женщины все преклонного возраста, ничего особенно интересного они не шьют, и я как-то одним ухом слышу, что между собой она рассказывает, и говорит, что она ездит в Токио на занятия, но я тогда не придавала значению, какие занятия, что, но стиль шитья ее, то панно мне очень нравится, мне очень нравился тогда, даже вот этот стиль, эта техника шитья, на центральной части, и вот букет центральной части, и по краям вот, вот все это вот цветы, и все остальное, да, то есть акцент идет на центральную, там градировка очень хорошая, вот, вот это вот все, и когда я поближе познакомилась с этим мастером, она привела меня к себе домой, я посмотрела, видела ее работы, какие-то висят, снег-то, многие работы она отправляет в Токио, о, не в Токио, в Америку, на Хьюстон, на самый большой хьюстонский патчерк фестиваль, они ее, практически все работы там были, и брали призовые места, ну, о, сейчас водички попьем, вот я сейчас посмотрела по карте, если не ошибаюсь, мне вон туда вот, на этот пик идти, но пока дорога очень такая приятная, не сильных подъемов, но там дальше будет, подъем хороший, один из лучших видов на УЗ, вот, там как раз вот эти вот все поля, это поляны, по они тоже все, по ним по всем можно ходить, там есть горные домики, домики отдыха, там в самом далеке видно, очень большой, это национальный парк, живой природы, вот здесь несколько гор, это называется, они сто, самых красивых гор, одни из самых красивых гор, японии, по-моему, это Хьючудаки, вот это вот, да, вот мне вот, вон туда вот сейчас, фух, и здесь, цветут цветы осенние сейчас, цветы, которые в обычной жизни не встретишь, только вот в таких местах, но мимо некоторых я прохожу, потому что я их уже много раз видела, а которые пока не видела, я вот останавливаюсь, там тоже, ну тут, конечно же, я не полезу, пьяный настил закончился, начинаются камни, ну и все ближе, а что, к месту, здесь вот так вот обораживают, вот, диких животных, обнесено сеткой, ой, ой, я по сетке с собой, я закрываю, чтобы олени не поели растения, да, здесь, а, вон там какие-то цветут, сейчас посмотрим, осталось немного, вон туда наверх, сейчас поднимусь, ну а здесь вид уже восхитительный, а я еще думала ехать сегодня или не поехать, немного в облаках все, но прохладно и очень даже хорошо, пошла я наверх подниматься, ой, ну вот еще, быстро сказка сказаться, то не быстро дело делается, вот видите, вот здесь вот так вот, там туда наверх, там будет конец моей дороги, и сегодня я пойду назад по этой же дороге, ну все, уже к целиду, здесь уже вершина, ну вот мои 2228 метров, до этого от самого высокая, самая большая высота, я посижу и пойду назад, и многие брали ее призовые места, где работают, я здесь тоже вставлю фотографии несколько, там как раз с юстинских выставок, вот, и значит, я посмотрю эти работы, я стала заниматься, ну как-то заниматься, не знаю, только шила, мне стало неинтересно, мне просто стало неинтересно, не мой уровень шитья, я как-то, ну, еще что время, ребенка уже еще пока не такой сильно большой был, но я не стала ходить на эти занятия, мне стало неинтересно, я также продолжала шить у себя дома, то, что мне, то, что мне было интересно, но техника, вот именно шитья, стиль, не техника, а стиль, стиль вот этих панно, стиль вот этого, цветочков, мне вот очень-очень нравился, и тогда я уже знала про кейку Мяучи, я уже знала, и я еще подумала, как похоже, как этот стиль, вот очень близко, чем-то, вот что-то вот такое вот, очень близко к стилю кейку Мяучи, и перестала ходить на занятия в моем городе, захожу я в класс, это я вам уже про Токио рассказываю, захожу я в класс, и я еще подумала, я когда обедала, я еще подумала, ну, прям вот, знаете, как чувствовала, я говорю, ну, Наказима, она, наверное, училась, наверное, у этого сенсей, прям вот, прям вот, думаю, прям, наверное, так, ну, это было уже сколько, шесть лет назад, есть ли, возможно, возможно, нет, а знаете, у меня еще, когда кейку Мяучи, она мне еще спросила, говорит, она, ну, им же предупреждает, кто придет, новые на занятия придут, откуда мы, сколько там, ну, такие мелкие какие-то, какие-то о нас рассказывают, что-то о нас рассказывают, и она меня еще переспросила, говорит, а ты, в городе у себя, у какого мастера занималась, у кого училась, я говорю, ну, я у нескольких, говорю, мастеров, я у нас, у нас три-четыре было, трех-четырех мастеров было, мне интересно, все разные техники, есть пришивание аппликации, разные способы, ну, да, и я как-то еще тогда, не особенно об этом подумала, почему меня так спросили, но, когда я захожу, зашла в класс, кейку Мяучи, и, вы знаете, я сразу увидела эту женщину, на Казе вам, на Казе вам, и сразу увидела, мы, а-а-а, привет, привет, мы с ней так обрадовались, что мы, знаете, я не ожидала, что она, вот столько времени, уже прошло шесть лет, как мы в последний раз виделись, что она продолжает ездить на эти занятия, мы, конечно, поговорили, мы все, вы знаете, я, с одной стороны, даже какой с одной стороны, это очень даже хорошо, понимаете, как с том, что, я прихожу в класс, да, вот как вы приходите, да, вы еще никого ничего не знаете, как, что, чего, с чего начинать, как, что, и где, и почему, и зачем, а когда вы приходите, вы сразу знакомы, да, мы все понимаем, что это во много раз удобнее, очень хорошо, когда у тебя все подскажут, расскажут, и, чтобы никого сильно не мучить, как происходит, что, 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 для чего нужно, что с собой брать, что, чего, какие-то особенности, она мне все рассказала, она мне рассказала, мне показал с чего как бы начинается сам квилт и вот какие-то мелкие подробности и значит о самих занятиях а самих занятий да значит смысл занятий в том что там сейчас 15 человек я войду будет 16 не знаю там должна была еще одна женщина тоже еще должна была найти курсы пойти вот смысл за ним что нет такого чтобы как бы мастера сенсей объясняет определенную какую-то кабы знать как занять от надо час будет рассказы там то то это нет такого нету значит первое сначала меня введут как было все это с чего начинается как это начинается по моему мне первом занятии как бы все это объяснит вот но я должна идти уже на эти занятия на эти курсы я должна уйти уже с не просто так пустая прийти, а я должна уже прийти с идеей какой-то, что бы я хотела шить, какой-то у меня должен быть запланирован уже квилт, то есть в какой-то стиле, но цветочный стиль. Ну, в принципе, там можно любой, я там потом посмотрела, там многие что-то и разное, другое ищут, но именно, что вот это должно быть желательно большое и ну вот в стиле некий кумяуч, как бы вот в таком стиле образе. Вот, хотя некоторые там много значит, на первое занятие мне дадут набор кумяуч и ее собственным собранный набор, какой-то небольшой там маленький, я вам потом покажу, что он из себя представляет. Занятие происходит таким образом, что вот у нас есть 15 человек, на каждого человека по 15 минут достаешь свою работу, что у тебя сейчас в процессе, над чем ты работаешь, это вешается на стену, у кого уже это в большом, у кого-то это уже в эскизе, кто-то там дорабатывает как-то, что-то, чего-то, и вот она сенсей, кей кумяуч, она каждому, ну на каждую деляет только 15 минут, вы знаете, у них там такой часы, такой-то таймер, прям включают 15 минут, и вот 15 минут на одного человека, она говорит какие-то недочеты, какие-то свои замечания, какие-то что-то, как бы, чтобы можно было, какие-то расстояния, может быть от аппликации какие-то, точности, ну в общем, какие-то такие вот особенности, она уделяет 15 минут, но смысл этих 15 минут, то что это не только тебе нужно, не только ты слушаешь это, но я могу стоять и слушать все вот эти 15 человек, все шьют разные изделия, у всех свой разный цвет, у всех разный свой вкус, стиль, ну вот что-то такое, и я каждого могу стоять, слушать, что рассказывает сенсей, и набираться в свою голову, в свою копилочку вот этого вот всего, да, мы понимаем, опыта, да, который бесценен, который бесценен, вот, и вот таким вот образом будет происходить занятие. Ой, ходила я тут последние дни, тоже неделю одну думала, думала, ой, иди, страшно, ужасно страшно, у меня идеи есть, у меня идеи есть, и уже все, это, я уже сбегала меня на Кадима, моя подружка, моя старшая, старшая, как сказать, старшеклассница, наверное, да, знаете, она уже сколько, 14 лет она уже ходит, она уже ездит заниматься вот в этот класс, ну, 14 лет, вот, но она тоже уже женщина уже в возрасте, уже весь, ей 74 года, 74, вот 60 лет она начала ездить на эти занятия, и вот 14 лет она все время туда ездит, тогда занятия проходили раз в месяц, а вот сейчас, когда иду я, занятия раз в два месяца, и вот она мне сказала, что, чтобы я не теряла время, что мне нужно уже сделать, нарисовать какой-то эскиз, сразу вот с этим, с этой идеей, нужно уже сразу идти кейку мелочи, чтобы не терять время, чтобы просто не терять время, чтобы сразу окунуться в эту работу, в эту, ну, вот в эту жизнь, да, жизнь такую, чтобы шить свой квилт, свое панно, чтобы шить его, она говорит, что можно, конечно, начинать не с большого, там можно 50 на 50 сантиметров, вот, ну, это так, 50 на 50 можно, но когда мне наказано, моя сокурсница, да, начала мне объяснять, каким образом создается панно 200 на 200, как сгибается листик, как все это рисуется, как все это делается, как на клеточках на все это, все мне начала объяснять, дала мне все с собой бумагу, все, и вот она мне, значит, когда все это сложила, мне все показала, говорит, вот таким образом будет панно 200 на 200, знаете, мне стало страшно, 200 на 200, я говорю, я, наверное, пока не потяну, давайте 150 хотя бы на 150, вот, потому что сколько на него сейчас уйдет время, я не знаю, поэтому с вышивкой получается вот так, что вышивка уйдет пока, вот, потому что мне хочется, мне хочется шить свое большое панно, вот, я не буду вам показывать, как, что у меня будет шиться, каким образом и что, чего, я этого ничего не буду рассказывать, ничего не буду показывать, это все останется во мне, вот, единственное, что я могу вам, как я уже сказала, я покажу этот набор, который мне идут такие кумиаучи, и я скажу только, какая у меня идея, у меня идея красная, оно должно быть красным, красные маки, бордовые, красные с маками и золотые колоси, вот, это моя центральная, центральная часть, единственное, у меня уже есть образец, какой у меня будет, что это и как, это я уже пойду на занятия и уже с мастером уже будем по ее подсказкам, и понимаете, там еще смысл такой, что она, мастер, она не берет в руки ни карандаш, ни иголку, ничего она этого не берет, она только все это на словах, потому что, как мы знаем, что изделия, которые выставляются, которые показываются на выставках, которые, если до них дотрагивается мастер, это уже, как бы, совместно с мастером считается, но когда это только ты, это значит только ты, ну вот, наверное, об этом все, сейчас я перейду на стол, покажу вам кое-что от Кейку Мяучи, а, да-да-да-да, вспомнила я, я пока вспомнила, значит, я, осталось мне прям совсем маленькую-маленькую-маленькую, у меня осталось панно, я тоже думаю, что его я закончу, вот оно, вот это вот мое панно, здесь все у меня уже все простегано, затем остались вот эти вот угловые, только, ну, на один вечер вот в этих углах осталось, и окантовочка, все, и потом я вам уже покажу его полностью, вот, трудности, оно стегать его не так сильно было, его не так трудно, но здесь, хотя здесь этот, клеевая внизу, конечно, за счет клеевой стегать немножко сложновато, и уголка входит труднее, но сложно здесь в том, что здесь также нужно менять нить, можно, конечно, одним цветом, но тогда будет, не очень люблю, когда выделяется, например, на темном, да, будет светлая нить, видно на красном, тоже светлая, на каких-то, поэтому под каждой вот эту часть я брала нить, стежку, вот она, верхнюю вот это, да, часть в каждой простегнутая, простегнутая, она своего цвета, такого же цвета, как и сама ткань, чтобы это не было заметно, вот, а у меня шито одна маленькая работа, кейк у меня учили с журналом патчворк цушин, сейчас я вам его покажу, вот она, такое вот у меня, есть маленькое, маленькое панно, так вот, вот эта вот часть, она вот одна из сложных, когда сходится много-много вот этих вот стеблей вот в этом месте, это, конечно, вот очень-очень такое сложноватое, и все, а теперь переходим на стол, я покажу немножко о журналах, в которых есть кейк у меня учим, вот и все, наверное, пожелайте мне удачи с моими занятиями, не знаю, постараюсь что-то снимать, что-то рассказывать, показывать, возможно, что-то о личной жизни, что-то, какие-то, может быть, поездки, какие-то, мои горы, мои горы, которые, и я, просто это для меня адреналин, это просто это такое для меня, не адреналин, а как это называется, такой вот, прям вот действительно зарядок, заряд энергии я получаю, для меня это прям вот по воспоту, как еще это назвать, вместо силы, вот, вспомнил, как то, что для меня, это, конечно, вот, я для себя открыл последний год, и, знаете, кто появляется свободно, хотя бы более-менее свободно, полдня, день, хотя бы свободно, в принципе, рассчитываю, чтобы раз в две недели я куда-то выезжаю, куда-то выезжаю в горы, с помощью этого, благодаря этому я выезжаю по скоростной трассе, я езжу сама на далекие расстояния, где-то по два-по три часа могу уже выезжать, что даже не все сами японки, женщины могут такое делать, а вот я, ну, пускай так рассказываю, японцы мне первые глаза вот такие вот, знаете, вот эти большие, куда я езжу и как, как я передвигаюсь, но сейчас, надеюсь, через ближайшие пару недель станет прохладнее, тогда я уже здесь по своим окрестностям уже пойду, мне уже не нужно будет никуда далеко ехать, не слишком высоко забираться, но вот уже сейчас, сейчас я не об этом могу долго-долго говорить. Переходим на стол. Ну, я вам как-то показывала в одном из видео про эту книгу, эту книгу я вам уже показывала, и я показать вам, что, каким образом рисуются вот эти вот цветы. Вот видите, к примеру, как берется, рисуется цветок, вот это меня пугает, конечно, больше всего в том, что нужно рисовать. Вот это вот, конечно, для меня вот немножко страшно, то, что это все нужно будет самим рисовать, к примеру, вот берется мак, да, ну или анимона, анимона, вот, и вот уже в таком образцу уже, вот, пример, да, каким образом создаются цветочные, затем точно так же это роза, она это роза, вот таким вот образом мы уже видим, что создано роза. То есть все это, конечно, по рисунку, по эскизу, все это рисовать. Вот это меня пугает. Так, вот они, нарциссы, гвоздики, нигела, очень интересное панно, вот оно, вот оно, вот такое вот панно, вот это то, что это все нужно рисовать, вот кейк у меня очень я вам уже показывала, но это было, это мастер уже сколько, уже больше, около 45 лет, там она в бетчурке, вот ее стиль центральный, медальон, центральная часть, и вот уже по краю идут вот эти вот цветы, этот забор, вот эти вот розы, вот такие вот ее работы. это в этом журнале, и еще один журнал, с которым я сшила вот это панно, это пэтчворк Цушин, вот такое вот маленькое, сколько оно, оно, наверное, 30 на 40, я думаю, наверное, совсем небольшое, такое вот, с нарциссами, а взяла я его из вот этого журнала, также это пэтчворк Цушин, это значит Марина Ханна, это цветок, весенний номер, это весенний номер, весенний номер, вот это Марина, цветы Марии. Значит, что вам об этом рассказать, это Кейк Мючин, она в свое время была в Америке, в музее, музее пэтчворка Марии Вебстер, Мария Вебстер, это женщина, которая одна из первых пионер, как они ее называют, американского пэтчворка, американского пэтчворка, и она издавала журнал, рукодельный пэтчворка, именно со схемами, с рисунками для пэтчворка, вот она, это Мария Вебстер, где он тут в музее-то этот находится, не найду, сейчас так сразу вам не найду, вот они эти первые панно, и вот как раз вот такая вот техника, центральная часть, и по краям идет бордюр, цветочный что-то, я вот сейчас думаю, вы понимаете, насколько вот у меня, у меня что в вышивке, что в пэтчворке, в принципе, стиль немного похож, вот какой-то вот центральная часть и бордюр, вот у меня прям вот только вот на это я в последнее время обращаю внимание, вот такое вот панно, тоже это было шито Мария Вебстер, 130-й год, 208 на 208, и вот кейк у меня очень за основу взяла вот эти вот части зеленые, да, вот такие вот они, подушки, здесь как все это шьется, здесь немного аппликации, немного вот такой вот, ну вот, ну вот, он вроде как простой, но вот какой-то нахот, но подушечки такие тоже, ну это совершенно все просто, ну это так мило, так приятно, вот оно, вот оно, мое, такое мое, только здесь бантик другой, у меня зеленый бантик, также этот взят рисунок на сумке, на косметичку, и вот эти подушки, вот это панно, которое мы видели здесь у Марии Вебстер, большое, 200, вот оно, да, 200, и вот тоже точно так же, только уже в голубом цвете и не сильно большим, и значит, это вы знаете, что вот оно интересует, я думаю, что это полностью вся аппликация здесь, но я сейчас внимательно посмотрела, внутренняя часть, она сборная, только вот эти угловые части, вот они аппликации пришиваются, а внутренняя часть идет центральная, остальное все уже аппликации, ну и какие, ну да, вот какая прелесть, ну вот, вот прям вот, знаете, так, как там, лето, весна, сад и чай в саду, вот, с плышками, так, и значит, что я хотела, я, короче, обратила внимание, вот они вот, эти из музея, вот, Мария Вебстер, я сейчас просто пытаюсь найти, в каком городе, Индианаполис, это Индианаполис, это Индианаполис, музей Webster в этом префектуре, или как район как назвать штат Индианаполис вот такой виноград и виноград и вино Вайнеса вот видите, опять по-моему, скорее всего она берет за основу вот именно эти вот старые американские пейчворки смотрите, какая прелесть вот они эти ромашки ой, ромашки, простите, подсолнух хорошо вспомнила, а тут стыдно потом было, что я не так что-то сказала и здесь тоже а это, по-моему, Глория наверное это музей сам этот дом Мария Webster Интерс Хаус самый первый такие вот малышки сью какие-то как бы хотелось бы туда съездить посмотреть и вот такой вот вот ну вот это вот знаете, так вот оно будет простое но просто масштабное да, то есть может быть где-то на какой-то уже выставке если бы оно сейчас высело на какую-нибудь обычную на какой-нибудь выставке по-черканам наверное, скорее всего не у него я просто прошла бы а когда вот так оно стало по себе здесь отдельно и оно на масштабные тюльпаны все это тюльпаны знаете, когда мы сейчас живем в мире интернета в мире того, что много что можно увидеть и подчеркнуть какие-то идеи какие-то что-то, да вот такое найти какое-то а в то время в то время же да, вот вот они же сами все это придумывали сейчас мне так уже ничего особенного не придумывают вот а это вот клуб этих женщин которые вот такие вот тоже Мари Вепстерхаус еще вот одно панно испытание вот и все это уже а в другом а в другом женщине тоже потому что американка вот и все наверное спасибо большое всем за внимание надеюсь было интересно не сильно скучно но мне нужно было поделиться нужно было вам рассказать потому что если я сейчас пропаду много кто обо мне вспомнит вот и наверное ждете что какие-то новости о моих курсах пойду я не пойду на них заниматься ну вот значит я решила я решила что это нужно что это будет это необходимо еще когда тоже я очень много раз думала стоит мне это нужно не нужно Аня меня Аня привет тебя Аня из Москвы Аня она прям меня прям иди ты что это такое это такой шанс это нужно это просто просто это необходимо потому что действительно это просто потом я буду об этом жалеть то что я это не сделала когда была возможность вот поэтому полностью сейчас уйду в создание своего квилта все всем пока пока спасибо за внимание за интерес за комментарии всем Субтитры подогнал «Симон»